Вы смотрите Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Муниципалитет готов расторгнуть договор социального найма с жильцами сразу двух квартир. Впервые в истории Северодвинска в одной из нехороших квартир побывала наша съемочная группа. Почти разрушенное жилье после выселения хозяев придется восстанавливать с нуля. Что сделать, чтобы оказаться на улице и лишиться жилья, если оно муниципальное? Ответ на этот вопрос знают жильцы первой квартиры дома 41 по улице Лесной. Прописанная здесь 37-летняя женщина ведет крайне асоциальный образ жизни. Здесь едва ли не свалка, а соседи постоянно слышат шум и крики из нехорошей квартиры. На днях хозяйки городские власти выписали административный штраф за порчу муниципального имущества. Наша съемочная группа никого дома не застала, но дверь оказалась открыта для всех желающих сюда попасть. Жильцы соседней квартиры говорят, были бы рады избавиться от таких соседей. Мы с ней уже разговаривали, и с соседей тоже, что образуемся по дому, и квартира есть. У нее же образование хорошее, она техникум закончила, торговый. В общем-то девка-то не глупая, могла бы жить, а вот так вот спустилась. Да, да. Образ жизни, конечно, моральный ведет. Штрафом в одну тысячу рублей дело не ограничится. В ближайшее время администрация города готовит документы в суд для расторжения договора социального найма. Подобная ситуация и у жильцов дома 31Б по улице Лесной. У обеих квартир задолженность по коммунальным услугам почти в 100 тысяч рублей. Плюс и те, и другие наниматели имеют детей, но уже давно лишены родительских прав. Это первые два случая, когда мы установили факт разрушения и порчи жилого помещения и привлекли к административной ответственности. У нас на контроле еще две квартиры. Еще две квартиры есть, где граждане, которые проживают в муниципальных квартирах, доводят жилое помещение до ненадлежащего состояния. После выселения в квартирах за счет городского бюджета проведут ремонт. А в будущем хозяевами станут прописанные там дети, которые сейчас находятся в детских домах и приемных семьях. Их родители из-за социального и аморального образа жизни могут пополнить армию бездомных. А соседи нехороших квартир, наконец, смогут спать спокойно. Сергей Курбин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.